Смертоносный вирус Эбола объявлен глобальной угрозой человечеству. Не менее опасен и птичий грипп, вспышки которого недавно зарегистрированы в некоторых странах Европы. Польские ученые работают над чудо-препаратом, способным противостоять смертоносным вирусам и даже раку. Подробнее об этом в следующем сюжете. Ученые из университета Марии Кюрис-Кладовской в Люблине пытаются излечь бактерии из пищеварительного тракта дождевых червей и применить их в лечении некоторых смертельно опасных болезней человека. Дело в том, что древнейшие из безпозвоночных существ питаются грибами, бактериями и растительными остатками, присутствующими в почве и переваривают все микроорганизмы, среди которых и немало патогенов. Чтобы выжить в такой среде, дождевые черви в процессе эволюции развили иммунную систему, способную защищать их от инфекций. Один из этих механизмов находится в кишечнике, производя очень мощные биодеструктивные и антибиотические вещества. Ученым удалось изолировать и идентифицировать биологически активные вещества внутри бактерий и применить их против других микроорганизмов, таких как бактерии туберкулеза и даже раковых клеток. Биодеструктивными называются вещества, уничтожающие что-либо в клетке. Они уничтожают стенки, вследствие чего происходит разрушение клетки. Помимо анализа метаболизма дождевых червей, исследователи изучили клеточную жидкость этих беспозвоночных. Она добывается непосредственно из полости тела дождевых червей путем стимулирования их электричеством. Клеточная жидкость имеет сильное влияние на различные опухоли, включая рак легких. По словам ученых, она разрушает до 95% некоторых типов раковых клеток. Что касается рака легких, эффективность клеточной жидкости 90%. Примерно такие же результаты от 90 до 95% в случае с клетками опухоли яичника. Результаты ученых многообещающие, но пройдет еще много лет клинических исследований, прежде чем они будут утверждены для использования в медицинских целях. Кстати, целебные свойства дождевых червей были известны еще с древности. В восточной медицине с их помощью лечат более 80 заболеваний, в том числе астму, язвы, опоясывающие решай, ожоги и опухоли. Талхата Мангельни, Бибулат Турмаханов, Польша.